Здравствуйте! Поздравляю вас с праздником со 155-летием! Да, действительно, мы являемся старейшей благотворительной организацией. Архангельское же отделение существует 1876 года, то есть мы тоже достаточно взрослые. Поэтому спасибо вам большое. Ну что, Рекина, расскажете? Да, конечно. Сейчас основная наша работа – это сбор, сортировка, выдача гуманитарной помощи. А это вот наборы для детей или что набираете? Это взрослый продуктовый набор для детей. У нас есть отдельное детское питание, видите, да, тоже. Это для наших переселенцев вынуждено? Да. Если бы была возможность где-то, может быть, какое-то помещение, именно для разбора, принятия гуманитарной помощи. А в пасовке, сортировке, да, это было бы очень здорово. Ну, я думаю, можно посмотреть, да, это было бы очень... Давайте посмотрим какое-то, по крайней мере, сложившуюся ситуацию, что было помещение, где можно заниматься с такими объемами гуманитарной помощи, они действительно большие. Надо сейчас за складом посмотреть и надо всем сказать, да, что вот, ну, что я знаю, даже ко мне обращаются много людей, которые хотели бы как-то помочь, но, может быть, до конца не знают вот эту точку входа. Надо сказать, что, наверное, основное – это вот как раз российский Красный Крест, куда можно приходить и вот эту свою инициативу реализовать. У нас диспетчерская. Это горячая линия? Да, это та самая горячая линия. Много звонков поступают? День более 80 звонков на горячую линию. Ну, это воссоединение семейных связей, на гуманитарную помощь обращаются люди, в основном вот такие звоночки. Спасибо вам большое за вашу работу, это действительно достойно уважения. Ну, и еще дополнительно волонтеры. Да, конечно, волонтеры нам нужны всегда, человеческие ресурсы – это самое. Можно действительно волонтеров побольше подтянуть, если надо, можете на каждого из нас рассчитывать. Хорошо. Спасибо. Я кроме шуток говорю, если действительно нужно, вы не стесняетесь. Здравствуйте, ребята. Как дела? Первый раз в Архангельске? Как вам Архангельск, Архангельск область? Когда у вас соревнования? Завтра. Ну, расскажите немножко о планах. За неделю узнали, что нас пригласили сюда, мы даже не раздумивались. Боксерский клуб «Юность» у нас, город Луганск, значит, и мы отправились сюда к вам. Я сначала показала, что по телевизору как боксеры боксеры, мне так загорелось желание боксировать. Мне тоже родители телевизор включали, показывали спорт, типа, заниматься. Я решила на бокс платить дайву. А был какой-то выбор? На бокс или еще на что-то? Или сразу, прям, только на бокс? Не знаю, мне остальные дескортовые регуляции боксеры. Надеюсь, что вам, если здесь понравилось, вы будете здесь почаще бывать у нас. Мы вас всегда здесь будем рады видеть. Я надеюсь, что мы вообще теперь чаще будем общаться, я имею в виду, Луганскую, Донецкую, Народную Республику и Россию. Теперь уж я понимаю, что мы навсегда вместе, поэтому надеюсь, что такие встречи теперь будут не то чтобы редкими, а должны быть абсолютно естественными, приезжать не как в гости, а как к себе домой. Мне все хорошо, на самом деле, очень все гостеприимно встретили, мы очень благодарны, потому что дети наши засидели в силу таких обстоятельств. Но, несмотря на это все, мы гордимся, что мы один народ, на одном языке, я разобрал, традиции одни подбеды. Это было и будет, и есть, и это у нас не отнять. Мне, правда, очень интересно встретиться лично с детям. Называется проект, в рамках которого мы сегодня встречаемся. Есть возможность пообщаться, поговорить на актуальные темы. Расскажите вообще, какой у вас был жизненный путь, как вы пришли на пост такой важный для нашего региона губернатора Хандельской области? Искренне вам говорю, никогда в жизни я не мечтал и не ставил перед собой задачи стать губернатором. Это для меня было, ну, я даже как-то и не думал об этом. Я вообще, в принципе, такой карьерный трек никогда себе не рисовал. Я просто как-то шел за задачами, которые мне были интересны, которые передо мной ставили. Ну, и вот они меня каким-то образом выводили, собственно говоря, туда, где я сейчас нахожусь. Какие проекты в Архангельской области существуют для того, чтобы снизить отток населения? Дим, давайте вы сначала ответите на этот вопрос. Вот смотрите, я потом вам отвечу, прокомментирую. Но вот вы же молодое поколение, вы же потенциально можете отсюда уехать, да? Вот что вам нужно для того, чтобы отсюда не уехать? Я просто еще до конца не понял, насколько у меня большая привязанность к моей родине малой. Я бы не считал, что вопрос внутрироссийской миграции является очень каким-то проблемным. Вы должны жить и работать там, где вы сможете лучше реализоваться в той сфере, которую вы для себя выберете. В конечном счете, принеся больший эффект, большую пользу для своей страны. Какое вы видите будущее Архангельской области? Процветающее. Я уверен, что мы сейчас входим в стадию активного роста. И это даже не столько моя заслуга, просто сегодня уже так складываются экономические обстоятельства, что я вижу много перспектив, которые открываются. Очень много проектов, очень много инвестиций начинает приходить в Архангельскую область. Поэтому я думаю, что в этом смысле у нас сейчас будет приличный экономический рост. Церемонию вручения губернаторских стипендий объявляю открытой. То, что вы выбрали эту профессию, уже говорит о вас, как о людях добрых, неравнодушных, сострадающих ближнему и готовых всегда прийти на помощь. Мы, еще раз скажу, стараемся делать вашу работу более привлекательной, в том числе и с точки зрения материального обеспечения. В этом плане стараемся создать ту базу, на которой вам возможно было бы себя реализовать и раскрыть все свои таланты и умения для того, чтобы дальше идти и развиваться в своей профессии. Но, кроме того, стараемся не забывать о социальном обеспечении вас, как молодых медиков. Здесь полностью кабинеты, которые посвящены сестринским манипуляциям и сестринскому уходу. Здравствуйте. Сейчас именно мы отрабатываем навык «Забор крови с периферической вены с помощью вакуумной системы». Ну вот хорошо. Здесь, конечно, вот так вены видны сильно, а когда их не видно? А когда их не видно, есть такое приспособление, как визуализация поверхностных вен. А вы жгут не наложите, не получится. Значит, там у нас симуляционный класс, где им подходит отрабатывание непосредственно от какой-то симулированной ситуации. Здесь же остальные обучающиеся наблюдают. Правильно понимаю, что это вы не для нас это делаете, а это вот обычный учебный процесс, и все это проходит. А это как фрагмент занятий. Это проходит в общество. И дальше это не мы с нами оцениваем «Оживо» или «Оживо», а это манекен дает. Да, да. Это у кого-то все сделано правильно. Вы знаете, что вам нужно, где надо поддержать. Алиса Борисовна, вам отдельно делите аккуратно. Да, Алиса Борисовна, спасибо огромное, что вы нам. Я вам честно скажу, что мы действительно удивительные зведи. Во-первых, рад вас видеть. Здравствуйте. В 2019 году женщины города Маринмара при поддержке вас очень активно провели форум. Форум женщин России. Арктики. Арктики. Замечательный форум. И нам бы очень хотелось, чтобы такой форум повторился у вас в Архангельске. Давайте, конечно, форум повторим, может быть, в ближайшее время. Тем более, что мы, честно говоря, с Крикулентиной даже это обсуждали. Вместе с Ильей Владимировичем, когда ты говорила, Екатерина Владимировичем тоже это знает. Поэтому можем посмотреть и осенью сделать. Александр Владимирович, я вообще очень рада, что у меня есть возможность с вами встретиться, потому что вообще хотела бы вас поблагодарить за то, что я очень вспоминаю ту неделю года в Москве. О, шутка, я тоже вспоминаю. Это было, наверное, одно из самых ярких событий в моей жизни. И благодаря этому событию, благодаря вам в том числе, и все-таки я раскрыла себя еще с каких-то разных других сторон. Ну, мы тоже, конечно, сейчас и слава благодарности, Александр Владимирович. Всего доброго. Слово началась работа особого детства, на самом деле. Повышен статус. Мы сегодня межрегиональная общественная организация. Мы открыли центр в Великой Мустики. И сейчас у нас задача открыть центр в городе Архангельске. Давайте, давайте, выходите к нам в Архангельске. Если удовольствие, давайте работать вместе. Я точно ваш помощник здесь. Вот в этом смысле точно ваш помощник. Я могу помочь, а идеи должны исходить из вас. Уважаемый Александр Витальевич, уважаемые участники Рыбохозяйственного совета, я рад сегодня открыть заседание совета совместно с Александром Витальевичем. Архангельская область традиционно находится на передовой. Во всех отраслевых вопросах Северного бассейна и Арктики руководство региона всегда выступает с активной позицией. Наша кооперация по основным направлениям дает ощутимый результат для всей отрасли. Для Архангельской области развитие рыбохозяйственного комплекса является особой, приоритетной, традиционной задачей. За последние два года предприятия рыбохозяйственного комплекса являются нашими довольно крупными налогоплательщиками. В регионе у нас активно развивается деятельность по товарному выращиванию рыбы, аквакультуры, рыбным хозяйствам, рыбоводным хозяйствам, которые этим занимаются, предоставляется государственная поддержка. Объем выращивания кое-что? Проект на мощность 150 тысяч, но мы стараемся вырасти примерно 200. Куда выпускаете? На где-то сейчас 12-13 грамм. Это 27 год, да? Да, да, да. Куда выпускаете? В реку Онега. В этом году в реку Сойну выпускали, в Солжу выпускали. В общем, вот такие вот эти реки. Когда выпускать будете? Ну, я думаю, что все нормально, в кофе она будет готова. Мы сегодня с вами подписываем соглашение, дополнительное между правительством Архангельской областью и Роскачеством, о взаимодействии, о продолжении сотрудничества. Сегодня наше взаимодействие уже достигло того уровня, когда просто рамочное соглашение, по сути определяющее формат нашего сотрудничества, переходит в практическую плоскость. Кроме дополнительного соглашения мы подпишем еще и конкретный план мероприятий взаимодействия. Сегодня отдельно становится вопрос о развитии импортозамещения в стране. И понятно, что ограничение импорта, который в прошлые годы большими объемами появлялся на российском рынке, приводит к необходимости замещения этих товаров российскими производителями. Очень важно, чтобы при этом замещении качество товаров, которое начинает производиться на территории Российской Федерации, оно соответствовало всем самым высоким стандартам и требованиям, которые сегодня существуют. И в этом я считаю сейчас основная роль нашего плана мероприятий. Активизация работы в каждом субъекте Федерации, а в рамках подписанного соглашения, мы, условно, будем делать фокусы на товарах Аркангельской области, по темным манклатурным группам, по которым правительство региона будет ориентировать нас, исходя из мнения потребителей, исходя из мнения граждан региона. По всем этим видам продукции мы будем делать все и проводить мониторинг их качества. Дорогие ребята, сегодня важное событие, сегодня финал импиады последних его вопросов. В общем, мне кажется, во многом вы на него похожи, поскольку обладаете глубокими знаниями, я уверен, по очень многим направлениям и по многим научным сферам. Сегодняшние победители смогут реализовать свою мечту, попасть в Москву, и выиграть, несомненно, в них и умницы, и поступить в него без экземпляров. Сегодня действительно знаковое событие не только для Аркангельской области, но и для всей страны. Мы отмечаем юбилей уникального учреждения, уникальной организации Школы Соловецких Юнг. 80 лет назад она была создана. За время существования более 4 тысяч молодых ребят были выпускниками этой школы. Это те люди, которые в дальнейшем составили славу, составили гордость и составили мощь российского военно-морского флота. Так вот, я посмотрел, не знал никогда, что оказывается само понятие юнг принес в наш обиход и в нашу страну именно Петр Первый. И при нем, собственно говоря, началась эта славная традиция. Юнги появились на флоте еще при Петре Первом. Много замечательных страниц они вписали в историю нашей Родины. Приказ о создании Соловецкой Школы Юнга дал командующий Северным флотом адмирал Николай Герасимович Кузнецов. Дорогие выпускники, уважаемые учителя, родители, сегодня, несомненно, очень важный праздничный день в жизни каждого из вас. Это, с одной стороны, мероприятие праздничное, с другой стороны, понимаю, что все вы волнуетесь, впереди экзамены, впереди выбор жизненного пути. Каждый из вас наверняка уже с этим определился. И я вам всячески желаю в этом жизненном пути преуспеть. И чтобы каждый из вас состоялся в той сфере, в том жизненном направлении, которое вы для себя выберете. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, завод, значит, построен по решению Министерства авиационной промышленности. когда было решение в шестьдесят девятом году то есть первый деталь он выпуск выпустил его всеми четвертом году 1 сентября того года до госдепартамент в течение гособоронзакомиссия признал коповские музы как поставщиком этих авиационных тематик и сегодня не все идут сюда вот ту 204 они пришли сюда и л-96 сюда увеличение транспорта все сюда станки здесь танки самый молодой станок 92 года вы только я скажу что станки конечно взрослые меня все равно оборудование надо и ваш на это вам тогда поручение прям под личную ответственность возьмите это вопрос да уже завод развивается сейчас с учетом санкции с учетом программ новых по импортозамещению очень большие перспективы открывается плюс автоваз с уходом французов сейчас тоже открывается большие перспективы с автовазом они работают сейчас надо поддержать чтобы не потерять вот этот вот темпы и конкурентное преимущество и обязательно так сказать вот максимально быстро обновить станочный парк не обходим и потом они хорошо давай ничего еще так здесь нехватка кадров у нас здесь есть электромеханический колледж электро технику до электромеханический техникум насколько я понимаю не полностью до адаптирован под будущие работы на заводе имеется программа обучения нам надо сделать некую связку типа как в туз до отдельной программы завод развивается надо нам вот это образовательная программа на электромеханическом техникуме запустить в этом году коробка здания наша черновая отделка нарубля и отопления запустить чем зиму мы ушли уже с отоплением что у нас здание было так очень помогли полноценно вести и отделочные работы может быть даже что-то по монтажу идем в графике поэтому надеюсь конце следующего года в котласе появится современная оснащенная современным оборудованием детской поликлиния точно 1 сентября? стараемся? ну есть что-то, пытаемся решать у нас нет такого стараемся есть такого что 1 сентября среди детей а здесь еще пол еще не сделаем? у нас не хватило 4 рулона линолин значит волки вчера привезли что у нас 1 июня школа-то не то чтобы готова а где народ кто не работает? а куда прибираешь? так что-то ладно у вас еще половина не сделана полы не сделаны потолок не сделаны половина так ну пойдемте на второй видишь у нас все под оборудование все готово под оборудование то есть у нас 1 этаж остался? да вот 1 этаж потому что спускаемся с 3, 2 и 1 хорошо поспокойнее на втором стало немножко я в целом удовлетворен и доволен тем что увидел есть определенные у меня опасения по темпу завершения ремонта все деньги лимита доведены подрядчик в целом надежный думаю что вернее не думаю я уверен у нас нет другого выбора 1 сентября дети должны пойти в школу сейчас задача главное чтобы подрядчик нас не подвел по темпу ну будем контролировать будем этим заниматься мне кажется школа получилась очень хорошая и с точки зрения оснащения и с точки зрения планировки и с точки зрения благоустройства территории получилось хорошее такое спортивное ядро я не знаю есть ли еще в корпусе подобные значит школьные дворы но в моей юности таких не было я очень рад что у детей появляются такие возможности заниматься спортом 1 марта мы открылись но за это время уже успели провести здесь 30 мероприятий мы работаем по шести основным направлениям в сфере молодежной политики здравствуйте занятия в компьютерной гработности ничего что вы помешали занятию отвлекаем от уроков а можно вопрос вот вы для чего изучаете компьютерную гработность ну как надо вперед наверно жить а какими собираетесь больше всего пользоваться услугами которые через компьютер даст мне бы телефон например на доселе вот освоить телефон то мне кажется тоже важно конечно несмотря на то что у нас уже 555 квадратов площади вдоль и молодежи мы не влезаем вот наш первый этаж ну а конечно надо его забирать и у ребят предложения какие есть предложения то есть ребята просят коворкинг со второго этажа перенести на первый или вот обратиться в ходу первого этажа до и цокольного этажа очень ждали решение вы хотели обратиться можно решили что ночь издали как чтобы у нас они появились и мы могли развернуться порную полную силу дорогие друзья сегодня мы собрались в этом зале для торжественной церемонии вручения наград лауреатом всероссийской общественной государственной инициативы горячее сердце привет поздравляю это действительно награда в 2013 года учреждена горячее сердце у нас у каждого всегда есть вы мы можем пройти мимо и остаться равнодушными а можем проявить участие и иногда предотвратить трагедии и поэтому эти награды это не просто формальности это на самом деле благодарность от тех людей от всех нас которые могут оказаться в сложной жизненной ситуации благодаря таким людям как вы мы уверены что у нас намного больше шансов в с этой ситуации справиться спасибо вам огромное говорю от чистого сердца а а а а а а бумага от 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 э и от 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 И вот здесь в основном лиственная целлюлоза получается. У нас здесь белая, она состоит из лиственной, хвойной и наполнителя мёла, и добавки, которые отходят производства. Из марки «Год месяц» к нам вышли производители вот этой вот упаковки для молочников с просьбой помочь им. Вот именно в реализации проекта поставляли европейские поставщики эту продукцию. А они используют пьюрпак? Пьюрпак, да. И, соответственно, вот тут получилась такая ниша, освободившаяся, где они нас попросили поприсутствовать в ней. То есть у молочников есть, по сути, своя машина, которая из этого картона делает упаковку? Да, она разбивает. Это что делает? Это вот этот квадратный пакет или что? Да-да-да, вот этот ровный. Который здесь такой как бы? Да, абсолютно правильно. Можно как бы потрогать? А то, сказали, нельзя трогать никакие движущиеся. Да, вы видите. А на втором этапе это уже заламинируем и отрежем эту кромочку и нарежем на формат. А если вы вот этот двойной, вот этот, как там, пластификатор или как купите, это будет означать, что у вас существенно вырастет объемы производства? Ну, конечно, конечно. В два раза как минимум, а то и в три. Сегодня проводим очередное наше заседание лесного совета. Проводим его сегодня в Коряжне на заводе группы компаний «ЭЛИМ». Сегодня экономика России столкнулась с еще более жесткими вызовами, чем пандемия коронавируса. Осуществляя деятельность в условиях беспрецедентного давления, внешнего давления, нарушающего все принципы и нормы международного права, бизнес вынужден существенным образом перестраивать производственные и логистические цепочки, активно налаживать новые связи с зарубежными партнерами. И все это, конечно, приводит к наличию вопросов, которые можно решить только совместно. Мы очень серьезно занимаемся сейчас, как теперь можно говорить, импортно-замещением. В Небельске создаем Устьянский машиностроительный завод. Мы планируем там выпускать 100% запчастей для всей нашей техники. Те направления перспективные по технике и по запчастям, которые вы обозначили, вы в какой-то среднесрочной перспективе предполагаете, что объем производства может быть достаточным для того, чтобы обеспечивать не только группу компании УЛК, но и чтобы это вышло на рынок. Да, мы готовы этим заниматься, но беспокоят то, чем за ним у нас был. По тому, что сегодня прозвучало по новым рынкам сбыта, у меня есть предложение, если это вызовет поддержку с вашей стороны, мы можем поработать по организации бизнес-миссий. Потенциально перспективные страны по сбыту вашей продукции. Я готов отработать так предстотанно с министерствами, чтобы просто выехать целенаправленно и прямо сделать такие, как бизнес-выезды с презентацией наших возможностей там, где потенциально есть рынок. Какие у нас сейчас этапы? Значит, мы крышу должны сейчас завершить. Да. Дальше что? Дальше заканчиваем перекрытие между первым и вторым этажом, приступаем к устройству перекрытия, ну, полу-перого этажа. Сколько сейчас процентов исполнено? Орех по 30. В 30. Да. В первом июле 50 надо сделать. Отменим. Да. Можем сойти. Пойдем, пойдем. Это у нас начальная школа здесь располагается на первом этаже. Смотрите, пожалуйста. Уже работу мы провели, дузки учебные повесили. А что это здесь вот так плохо покрасили? А? Ну, ну, наверное, да. Пусть не прошло. Хорошо. Ушли уже? Ушли. Возвращайте. Возвращайте. Зачем за это? Что за это? Ну, да, не заблоку. Да. Заблоку на обостраке. Здесь потолки сделаны. Линолем, пастель, помысл, ладьевые длины, черновой пол, линолем, пастель. Батареи новые. Тепло? Тепло. Зачем мы такой же физик. То есть, как там... Милиция есть уже, да? Вот уже пришла под заказ. Мы цифровые лаборатории заказываем и интерактивные доски для того, чтобы инновационный процесс начать. Естественно, научное воспитание, образование наших детей. До 1 сентября, да, все должно быть сделано? До 1 сентября пойдем учиться. Ладно. Дальше большое спасибо вам большое. Ну, как, без вашей поддержки такого бы проекта не было. Спасибо. Сейчас посмотрел, уже полтора года назад был в Коряжме. Что-то редко заезжаю в Коряжме. Но, на самом деле, приятно смотреть, что часть проектов, которые в прошлый раз мы проговаривали, сегодня реализуется. Сейчас рядовая арена, наконец, у нас сделалась с мертвой точки, начала строиться. Школу мы сейчас заехали, тоже хорошо отремонтировали, сейчас еще сделают. Ну и, в целом, хотел с вами встретиться, поговорить. Какие ко мне вопросы? Какова перспектива сохранения и развития здравоохранения в городе Коряжме? Потому что сейчас муссируются опять слухи об объединении Коряжинской государственной больницы с Котловской. Скажите, а по поводу слухов? Ну, слухами земля полнится, не надо их плодить, самое главное. Я такого вообще никогда не слышал, о том, что мы собирались Коряжинскую с Котловской объединять. Ну, может, вы что-то от меня скрываете? Нет, таких планов у нас не было. Не знаю, где родилась эта идея, но точно они в стенах правительства и министерства. Существует, я думаю, что не только для нашего города, но и для всей Архангельской области очень серьезная проблема. Проблема так называемых наливайок. Вы ставите вопрос, наверное, один из самых актуальных. Я скажу вам честно, наливайки – это просто уродливое явление нашего времени. Фабилизация населения – это бичный номер один, который сегодня влияет на здоровье, влияет на демографию, и с этим надо что-то делать. Если вы хотите поучаствовать в этой работе, я попрошу, там у нас на базе собрания депутатов властного делали здесь отдельный рабочий угол, который сейчас как раз она такая неформальная абсолютно. Но мы обсуждаем вопрос, как нам эту проблему постараться решить. Я вас поздравляю с первой победой. Это действительно важный этап. В «Единой России» единственная партия, которую проводит праймерис. Если мне кажется, что вы абсолютно достойны, абсолютно конкурентны, эту борьбу выиграли, вы, собственно говоря, лучшие, которые, я так понимаю, в дальнейшем, надеюсь, все пойдете на выборы. Если в чем-то можем вам помочь, всегда на нас рассчитывайте и во всех проектах, и позитивных, и, значит, и которые вам важны, будем всегда вас поддерживать. Вашим гидом будет машинист по имени Лидия. Ее воспоминания и истории войны разами обычного человека. Мы надеваем наушники. Хорошо, парень. И сделайте ванной. А у меня уже Лидия заговорила. Хорошо. Давайте сюда пока что. Я впервые посетил поезд Победы. Нахожусь под очень, с очень большим впечатлением. На самом деле, когда одеваешь наушники, включаешь Лидию, это аудиогид, машинист поезда Победы, как будто бы погружаешься в другую эпоху, как будто бы прикасаешься к другому времени и переживаешь заново все те страшные моменты, которые нашим дедам, прадедам пришлось прожить. Когда простая девчонка, живущая беззаветной и беззаботной жизнью, вдруг сталкивается с войной. И, по сути, это вот такая очень быстрая, но яркая эмоциональная хронология от самого момента начала войны до Победы. Я прям эмоционально пережил очень интересные впечатления.